Страница 169. Прощание с отроком. Хоронили Славочку на третий день. В том году это была пятница, 19 марта. В этот день празднуется Ченстоховская икона Божией Матери. Провожали Славочку всем военным городком. Хорошо организованные похороны были всеобщим последним подарком нашему сыну. Когда Славочка умер, на улице был мороз, минус 20, а в день похорон было тепло, как в мае. Погода была солнечная, было даже жарко. Очень быстро таял снег, стояли лужи. Ребятишки распахнули свои зимние пальто, некоторые сняли шапки. Занятия в школе отменили. Я очень благодарна директору школы. Она для Славочки сделала такое благое дело. Помоги, Господи. Думаю, что Славочка не оставит без внимания такого человека. Ребятишки из школы сговорились между собой. И втайне от родителей собирали Славочке деньги на фрукты. Потом уже, когда их родители спросили, почему тайно, дети им ответили, что они хотели для Славочки свои деньги отдать. И поэтому они на школьные обеды их не тратили. Они эти свои рубли и трешки собирали для Славочки. Но так как с фруктами ничего не получилось, то они эти собранные рубли принесли нам. И именно на эти детские деньги, я их считаю святыми деньгами, в Славочке была сварена стальная оградка. Рабочие на заводе, которые варили для Славочки оградку, тоже поначалу отказывались от денег. И только после того, как я им объяснила, что это святые денежки, собранные ребятишками, которые не ели, а несли их для Славочки, только после этого они их взяли. Очень сильно огорчились те, кто в Славочке гроб заказывал. Они у нас все просили прощения. Вы говорят, простите нас. Если бы мы знали, мы бы получше ему все сделали. Но получилось то, что получилось. Когда Славочка лежал в гробу, он как будто спал, и все ждали, что он воскреснет. Все сидели, смотрели на него и ждали, когда он зашевелится и встанет. Когда Славочку вынесли на улицу, меня как-то немного оттеснили, и ребятишки окружили его гробик. Ребятишек было так много, что я даже подумала, что они перевернут гроб, потому что он даже трещал. У нас сохранилась видеокассета, где были записаны моменты его похорон. Там это хорошо видно. Когда Славочку хоронили, даже на видеокассете видно. Ребятишки ему обещания давали. Они кричали, Славочка, мы тебе обещаем, что будем учиться хорошо. А ведь у нас военный городок. И эти дети из семи офицеров. Они сейчас выросли и разъехались по всей стране. И они все свидетельствуют о Славочке, потому что они были участниками похорон. Они все это рассказывают. И все они до сих пор к Славочке приезжают. Гроб Славочки несли на руках офицеры. Никакие запреты начальства их не остановили. Самое интересное то, что и это Славочка предсказал еще при жизни. Когда он был еще живой, то я его как-то спросила. Славочка, говорят, что когда Брежнева хоронили, то все-таки уронили гроб его. А он сказал. Да, мамочка, он же был тяжеленький. А там два солдата были. Им, говорят, еще и неудобно было его опускать. Поэтому так и получилось, что когда гроб опускали в могилу, то он действительно вырвался и упал. И еще Славочка сказал. Мамочка, когда Брежнева хоронили, его несли солдаты, а меня понесут одни офицеры. Так оно и получилось. Славочку несли в путь последней офицеры. Когда Славочку проносили мимо школы, то хотели ему отдать последний звонок. Но девочка, которая должна была отдать Славочке последний звонок, упала в обморок. Она сама мне об этом потом рассказала, когда уже выросла. Вот так ей было жалко Славочку. Потом мы молча постояли у школы. Весь военный городок провожал Славу. Когда Славочка был еще жив, он сказал мне. Мамочка, когда я умру, я буду везде ходить в спортивном костюме. Я с удивлением посмотрела на него и говорю. Славочка, а тебе что, кроме спортивного костюма и одеть нечего? Почему ты будешь в спортивном костюме? Мы тебе купим все, что нужно. И получилось все именно так, как сказал Славочка. Когда он умер, у нас были деньги, но никакой одежды не было в магазинах. А так как у него все-таки был отек животика, то никто не посмел ему перетянуть животик, чтобы одеть брюки. Люди настолько трепетно к нему относились, что никто не посмел Славочку потревожить. Поэтому мы одели Славочку в спортивный костюм, как он и предсказывал. Я больше ничего не могла сделать. Да и никто из нас больше ничего не мог сделать. Нам было уже не до одежды, не до костюмов, вообще не до чего. Потому что не было самого главного, не было сына. И до кладбища я уже не шла. Меня несли под руки, ноги не шли. О своих похоронах Славочка мне тоже все рассказал. Он сказал, мамочка, когда я умру и меня понесут, я буду выше всех. И я про всех все буду знать, кто с чем идет, кто о чем думает и как относится ко мне. А потом, говорит, меня далеко понесут, и мне станет так неинтересно. Я развернусь и приду обратно в ДОС. И когда Славочку похоронили, у нас в ДОСе несколько суток стояла тишина. Даже животные и те затаились. Собачьего лая даже не слышно было. Детей на улицах не было. И три дня шли поминки. Мне потом сказали, что Славочку весь военный городок поминал. Потому что в офицерскую столовую, где были поминки Славочки, туда продолжали идти люди. Приходили бабушки и просили дать им хоть что-нибудь с этого стола, чтобы помянуть отрока. Я даже не ожидала, что его будет поминать весь городок. Огорчились и те, кто жил в Чебаркуле, когда узнали, что Славочку похоронили. Они сказали, мы хоть вышли бы к переезду, чтобы тоже его проводить. Но никто им не сказал, а они не знали. Вот так мы похоронили Славочку. Помню, что как только гроб со Славочкой предали земле, погода сразу переменилась. Солнце заволокло тучами, подул пронизывающий ветер, и опять стало холодно. Славочка рассказал мне и о том, где он будет лежать. Он сказал, мамочка, когда меня похоронят, вокруг меня будет очень много лежать ребят из нашего ДОСа. А получилось вот что. После похорон Славочки в скором времени началась война в Чечне, и много погибших молодых ребят похоронили совсем рядом со Славочкой. Потом закрыли границу с Украиной, офицерам перестали там давать квартиры, и они перестали уезжать. Раньше все-таки офицеры с семьями уезжали, а теперь они все остались здесь. И их хоронят на местном кладбище. Поэтому очень много здесь похоронено людей из ДОСа, и вокруг Славочки действительно очень много лежит наших офицеров. Когда Славочка умер, мы поехали к нашему чебаркульскому священнику, отцу Владиславу Катаеву, чтобы он Славочку отпел. А они тогда организовали приход в бывшем клубе имени Голькова. Пришли мы туда. В дверях я встретилась с батюшкой и попросила его отпеть Славочку. Но он сказал, что он торопится, и ему некогда. Он ехал отпевать богатого покойника. И поэтому мы Славочку отпели заочно в Миасе, в свято-троицком храме. Славочка очень любил этот храм. Там его и отпели. Перед сороковым днем после кончины Славочки мне напомнила о себе та медсестра из роддома, которая перед нашей выпиской принесла мне в палату сына. После похорон у меня изболелась душа. Где мой сын? Что с ним? А я редко вижу сны. Но этот сон был настолько отчетливый, что у меня было такое чувство, что это реальность. Я вижу во сне, что стою на железнодорожной платформе нашего городка и жду электричку, чтобы ехать в церковь города Челябинска. Время будто бы около пяти часов утра. На платформе, кроме меня, никого нет. Вдруг совершенно бесшумно, по рельсам, как бы подлетает электричка. Вагоны широкие, светлые и очень чистые, как в германских поездах. Электричка остановилась, и открылись наружные автоматические двери. Я подумала, что билеты в этой электричке, наверное, дорогие, но денег у меня с собой достаточно. Стою и раздумываю, садится мне в эту электричку или нет. Электричка стоит. На платформе, кроме меня, никого нет. Может, ради меня электричка остановилась. Мне стало неловко за себя, и я решила войти в вагон. Только зашла в тамбур, как электричка бесшумно помчалась дальше. В тамбуре идеальная чистота и удивительная необычная тишина. Я без билета. Проходить вагон боюсь. На больных отекших ногах стоят тяжело. Я все-таки решила зайти в вагон. Попыталась открыть дверь, но она не открывается. Я заглянула через дверное стекло внутрь вагона и поняла, что это вроде и не электричка, потому что вагон высшего класса и там белоснежное белье. И вижу нашего Славочку спящим. Я еще раз осторожно попыталась открыть дверь в вагон, но она не открывалась. Мне хотелось увидеть проводника. Начала волноваться за Славочку. Как же он один? Что же это за поезд? Кем он управляется? Неужели никого нет? Где проводник? И вдруг с другой стороны вагона появляется проводник. Я мгновенно ее узнала. Это была та роддомовская медсестра. На ней была та же одежда. Я села на пол в тамбуре и подумала. Куда привезут, туда и привезут. Мне и в тамбуре хорошо. Главное, рядом Славочка. На душе стало спокойнее. Затем видение исчезло. Вот так Славочка меня утешил. Славочка-то твое. Славочка-то твое. Твое. Победа. Победа. Славочка-то твое. Продолжение следует...